И так, всем привет, ребята! Меня зовут Кристина Корс, и сегодня будет школьный влог. Сказать, что я счастлива, ничего не сказать. В общем-то, сегодня первый день после каникул, то бишь 9 число, и я немножко вчера не рассчитала время, значит, легла в 5 утра. Морганин просто не может перестроиться после новогодних праздников. Поспала 2 часа, плюс ко всему этому проспала на полчаса, поэтому теперь я ничего не успеваю. Еще вчера я думала, что я буду сегодня завтракать, но нет, конечно же, я ведь все проспала. Погнали! Вы все просили школьный влог, поэтому... Мне надо выбрать, что мне надеть, и я выбрала штаны в клеточку и серую кофту. Вы скажете, ну как-то немножко не как форма выглядит, а я соглашусь, потому что правила созданы, чтобы их нарушать. Никакого самовыражения. Фу, блин, ненавижу. Никаких... Фу, фу, фу. У меня остается все меньше и меньше времени, мы уходим уже гулять, вот, и, блин, хочу сказать, что иметь собаку это очень ответственно, сложно, и вот в такие ситуации это доставляет реально много проблем, потому что ты не можешь не погулять, не покормить, не помыть его, не можешь это пропустить, и при этом, ну, ты можешь как бы опоздать, потому что так-то, по сути, просто выбежала, да, к тебе гулять, кормить и вот мыть. Мне кажется, он сам не хочет гулять. И Тусик. Лампампусик. Пока. Кстати, если вы не знали, в Москве очень симпатично. Первый день, когда есть какой-то слой снега, а не просто вот две снежинки. Рассказываю, делюсь в драме-центре. Я просто не смогла найти лучшего места для съемки. Прошло уже 4 урока, 2 математики, 2 экономики, у меня такое ощущение, что прошло уже полжизни. Вот, сейчас будет 2 информатики. Да, да. Ты снимаешь? Я слушаю, вы сказали. Мы пошли пересекать в него. Это урок информатики очень продуктивный, собственно, я считаю. Да, мы еще едем в мармеладке. Всем все расскажем. Здесь венитинно. Очень продуктивно. Я пыталась сделать репетицию, но, честно признаюсь, не пошло. Просто вот, не пошло. У меня если нет настроения, это бесполезно, абсолютно. Дайте, по-моему, рассказал, что как-то приходит, он открывает дверь, а я снимаю влог, сижу. Я так говорю, я ничего не снимаю, здравствуйте. Ты этого выложила просто. А я этот влог так и не выложила. Мне приятно в том, что я иногда снимаю и не выкладываю, девочки. Есть такие проблемки небольшие, кстати. У меня кто-то пишет. Мама пишет. Как тебе первый день в школу? Ну, фигня. Правда. Мне не понравилось. Особенно учитывая, что это 11 класс и... И что? И через 2 месяцев ЕГЭ, и я тут такая сижу на информатике, и вообще не понятно, чем я занимаюсь. Непонятно. Никакой продуктивности. Кошмар. Я теперь влогер. Она теперь все. Я не ушла. Я ушла. Я вернулась. Я ушла. Секрите, помоги, пожалуйста. А я любит. А кто не там будет? Да. А кто это сделал? Как я это сделал? А я сделала. Вау, Полин, ты бог информатики. Я сюда зацелу. Это 2593. 12250. Итуся. Итуся. Привет. Привет. Итуся. Масик. Ура, я наконец-таки дома. Ура. Сейчас 4 дня, и, блин, у меня захочет, что прошла вечность. Потому что, я не знаю, рано не вставала, наверное, недели две. Просто капец. Какой-то кошмар. Мне не нравится. Я даже думала поспать днём, но сейчас я понимаю, что я вообще не хочу спать. Мы идём кушать. Пока там греется чай, ник, потому что я хочу попить чай. Я хочу с вами поговорить. Я недавно начала сидеть в ТикТоке. Я не следила за тенденциями, что вообще происходит, короче. Недавно я начала реально сидеть там, немножко так зависать. И, в общем, к чему я клоню? Я, скажем так, заметила несколько тенденций того, что люди часто пишут в комментариях, снимают видео над тенденцией того, что, ой, какая стрёмная. Или, знаете, пишут, типа, мне бы такое лицо, каково это жить с таким идеальным лицом, когда я стану такой красивой. Может, мне тоже быть такой красивой. И вот миллион комментариев в том, что кто-то красивый, блин. И вы при этом, ну, как бы говорите о том, что вы, типа, некрасивые. Но я всего лишь что хотела сказать касательно данной ситуации, это то, что все люди красивые. Не знаю, возможно, мне удастся донести до вас эту мысль. Потому что, касательно внешности, у меня, не знаю, сейчас нет абсолютно никаких комплексов. Вообще нет. Бывают такие дни, когда я просыпаюсь и думаю, господи, что за говно. Но это просто такие неудачные дни, скажу так. Мне кажется, они бывают у всех. Прикиньте, если бы... Я вот это снизунулась. Представьте, если бы было модно, например, маленькие губы и большой нос. То есть, противоположность тому, что мода на данный момент. Представьте, да? То есть, другие люди, которые сейчас с большими головами, допустим, и маленьким носом, считались бы менее красивыми, исходя из стандартов общества. Но это ведь звучит как бред, да? То есть, представьте, что моду можно по факту навязать, придумать, создать для каких-то, ну, там, определенных, допустим, коммерческих целей. Или просто, ну, мода ездит, пыла и бутит. Но это не значит, что люди, которые не подходят под этот типаж, некрасивые. Правда, это очень глупо так судить. То, что мы отходим от каких-то общепринятых стандартов, это не потому, что мы стрёмные. Потому что мы особенные. Это особенность. Как бы бог не создает, я не знаю, жизни, я не знаю, откуда это всё. Не создает, вот это говорят, вот ты будешь стрёмный, ты красивый. Просто дает такие черты лица, чтобы, если вы переживаете за своей внешностью, не знаю, у меня раньше было такое, что все, что я хочу сказать, это то, что, ну, нормальные люди, кстати, не обращают внимания на внешность особой. Это всё, что я хотела сказать. Можете написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Поверьте, нет каких-либо идеалов красоты. Это всё очень глупо. Вот. Я иду пить чай. А, 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 горячо. Чёрт. Мне так нравится, как все блогеры показывают чай. Сейчас вам покажу чай, который я пью. Говорят, как будто это кому-то интересно. Девочки, чай. Что это за вкус? Это никому не интересно. Вот, вкуса не будет. Вот, заварила себе чаёк. Беру всякие вкусности. И иду пить чаёк. Такие вот у меня планы на ближайший час. Короче, ребята, я так и не попила чай, потому что отвлеклась. Понимала, что через час выходит видео. Я его даже не загрузила ещё на канал. Вот. Закончила. Нела. Иду пить чай. Моя любовь, которая хотела попрошайничать, и вот залезла на стол. Ой, на стол. Что ты скажешь своё оправдание? Что-то хрюшка, которая всё жрёт. Хозяйку. Минуту назад вышло новое видео. И просто хочу, чтобы вы знали, как я нервничаю. Это всегда остаётся как-то за кадром. Навсегда нервничаю, зайдёт. Нет, так как сейчас статистика моего канала очень шаткая. Я очень стараюсь сделать всё, чтобы снова люди видели моё видео. Потому что порой там набирается 2000 просмотров. То есть просто видео никому не показывается. Вот, поэтому... Это даже некоторые приятные волнения, потому что я всегда рассчитываю на всё хорошее. Как правило, если это оправдывается, то просто счастье до небес. Спасибо вам большое просто. Чтобы знали. Короче, волнуюсь немного, что видос снова не зайдёт. Поэтому буду отвлекать себя всеми возможными способами. Я уже не могу об этом думать. Буду сейчас убираться в комнате. Я очень люблю наводить порядок. В том плане, что раскладываю всё по каким-то местам. Вот. И именно сейчас этим мы с вами займёмся. Возможно, я вас смотивирую на то, чтобы убрать что-то. Возможно, я не могу об этом думать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вообще, со стороны это выглядит так, как будто бы я просто вожу мышкой по столу и держу руку на клавиатуре. Но нет, я монтирую видос. На часах полвторого ночи я опять не сплю, ё-моё. Буду постепенно привыкать к школьному режиму. Итак, я очень надеюсь, что вам понравился этот влог. Если это действительно так, то для вас были созданы вот эти прекрасные кнопки, которыми вы можете оценить мой видос. Вот. Поэтому, да. Ой, кстати, скажите точно, хотите вы видео о расстройстве пищевого поведения? Или, может, кто уже перехотел? Или как? В общем, напишите. Всё. Пока. I feel your vibe. Ту-ту-ту. Вот это я называю хорошо. 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 Ооо. Ви-ви-ви-ви. Ви-ви-ви. Ви-ви-ви.